Привет, YouTube! Сегодня мы заканчиваем тему по изучению классификации тестирования. Она будет довольно объемная, поэтому подключайтесь, слушайте внимательно, надеюсь, что вам это будет полезно в дальнейшем. Начнем, пожалуй, с такой типизации, как тестирование по степени автоматизации. Я думаю, что для вас не секрет, что существует два типа тестирования по степени автоматизации. Это ручное тестирование, которое мы изучаем в рамках данного курса, и автоматизированное тестирование. При ручном тестировании тестировщики вручную выполняют тесты, не используя никаких средств автоматизации. Что касается автоматизированного тестирования, то оно предполагает использование специального программного обеспечения, помимо того, что мы тестируем для контроля выполнения тестов и сравнения ожидаемого и фактического результата работы программы. Этот тип тестирования помогает автоматизировать часто повторяющиеся, но необходимые для максимизации тестового покрытия задачи. Основными объектами для автоматизации является регрессионное тестирование, которое занимает огромное количество времени и представляет собой рутинное повторение тех тестов, которые мы уже проводили, а также смог тестирования, которое проводится самым первым. Если вы немножко забыли о нем, то перейдите к прошлому занятию, там я подробно рассказываю о данном типе тестирования. Бытует такое мнение, что автоматизированное тестирование заменит ручное. На самом деле это не так, так как не все функциональности можно проверить только написанными автоматизированными тестами либо скриптами. Поэтому ручники, мануальщики будут актуальны всегда и работа для них тоже будет находиться всегда. Сейчас популярно такое мнение, когда команды гибридные, то есть есть и мануальные тестировщики и автоматизированные. Например, иногда ручные тестировщики пишут какие-то тестовые сценарии, отдают их автоматизаторам, которые в дальнейшем пишут согласный программный код, скрипт и выполняют уже данные тесты. То есть получается некий симбиоз работы мануальных тестировщиков и автоматизаторов. Второй вопрос, который я хотел бы рассмотреть в рамках данного занятия, это систематизация тестирования по знанию кода. Существует три типа тестирования по знанию кода. Это тестирование черного ящика, тестирование белого ящика и тестирование серого ящика. Тестирование черного ящика либо black box tested. Мы не знаем, как устроена тестируемая система. Также вы можете найти такие названия этого тестирования, как тестирование основанное на спецификации или тестирование поведения. Что это значит? Это техника тестирования, основанная на работе исключительно с внешними интерфейсами тестируемой системы. То есть мы вообще не знаем программный код. Примером может быть, когда тестировщик проводит тестирование веб-сайта, не зная особенностей его реализации, используя только предусмотренные разработчикам поля ввода и кнопки. Источником ожидаемого результата будет спецификация. То есть мы тестируем только GUI, графический интерфейс. В отличие от тестирования черного ящика, white box testing либо тестирования белого ящика, представляет собой следующее. Нам известны все детали реализации тестируемой программы. То есть это такой метод тестирования ПО, который предполагает, что внутренняя структура, ее устройство, реализация известны тестировщику. Примером может быть то, когда тестировщик, который, как правило, является либо автоматизатором, либо, возможно, программистам, изучает реализацию кода поля ввода на веб-странице, определяет все предусмотренные, как правильные, так и неправильные, пользовательские вводы и сравнивает фактически результат выполнения программы с ожидаемым. При этом ожидаемый результат определяется именно тем, как должен работать код программы. И последний тип тестирования по знанию кода – это gray box testing, либо же тестирование серого ящика. Здесь нам уже известны только некоторые особенности реализации тестируемой системы. Это такой метод тестирования ПО, который предполагает комбинацию двух предыдущих. То есть внутреннее устройство программы нам известно лишь частично. Например, мы знаем внутреннюю структуру и алгоритмы работы программного обеспечения для того, чтобы написать максимально эффективные тест-кейсы. Но само тестирование проводится с помощью техники черного ящика, то есть позиции нашего конечного пользователя. Вот так мы и подошли к самой интересной части нашего сегодняшнего занятия, а именно функциональному и нефункциональному тестированию. Что же это такое? Функциональное тестирование – это один из видов тестирования, направленного на проверку соответствий функциональных требований ПО к его реальным характеристикам. Ключевое здесь – функциональные требования. То есть мы проверяем, что наша система делает. Основной задачей функционального тестирования является подтверждение того, что наш разрабатываемый продукт обладает всем функционалом, который требует заказчик. Это тестирование проводится на всех уровнях и, как я уже сказал, проверяет то, что система делает. В отличие от функционального тестирования, целью которой является проверка соответствия реальной функции продукта с функциональными требованиями, как вы уже, наверное, догадались, целью нефункционального тестирования является проверка соответствия свойств приложения с его нефункциональными требованиями. То есть при данном виде тестирования мы проверяем, как наша система работает по сути это тестирование свойств которые не относятся к функциональности системы данные свойства определяются нефункциональными требованиями таким свойством можно отнести например надежность то есть реакцию системы на непредвиденные ситуации и в данном случае к данному свойству будет применимо такое тестирование как тестирование на отказ и восстановление на английском это будет звучать failover and recovery testing то есть это исследование программной системы на предмет восстановления после ошибок и сбоев второе свойство это производительность то есть работоспособность системы под разными нагрузками на самом деле тестирование производительности это огромный пласт навыков и инструментариев поэтому есть отдельные тестировщики которые занимаются именно этим видом тестирования то есть если вы им заинтересуетесь конечно же можно переходить на специализированные курсы обучаться читать специальную литературу и использовать уже техники тестирования производительности своей практике что же это такое тестирование производительности это комплекс типов тестирования целью которого является определение работоспособности стабильности потребление ресурсов и других атрибутов качества приложения в условия различных сценариев использования и нагрузок и в свою очередь тестирование производительности также можно разделить на несколько видов тестирования при нагрузочном тестировании мы проверяем производительность при нормальных условиях то есть если у нас заявлено что на сайте должно одновременно присутствует 1000 пользователей мы создаем такие специальные условия например в программе g-метр когда нагружаем нашу систему на количество пользователей которая будет возможно чуть меньше этой тысячи и проверяем что все действительно ок при стресс-тестировании мы проверяем работоспособность нашей системы при экстремальных нагрузках когда например на сайте присутствуют именно тысячи пользователей возможно даже больше тестирование стабильности представляет собой проверку нашего приложения при длительной работе думаю здесь объяснять не нужно объемное тестирование характеризуется тем что мы тестируем нашу систему при увеличенных объемах обрабатываемых данных то есть например когда те же самые тысячи пользователей отправляют одновременно энное количество мегабайт информации следующему нефункциональному свойству можно отнести удобство то есть исследование удобства работы с приложением с точки зрения пользователя и это можно протестировать с помощью юзабилити тестинг то есть тестирование удобства использования проверка юзабилити приложения заключается в том что мы оцениваем соответствие дизайна приложения к его функциональности который задается заказчиком также здесь мы можем исследовать используемые графические элементы цветовые оформления с точки зрения восприятия нашим пользователям удобство навигации и ссылки которые есть у нас на данном сайте анализ текстового наполнения сайта также существует такая характеристика как обучаемость например если наш пользователь первый раз зашел на тот или иной ресурс насколько быстро он сможет сообразить как им пользоваться например на своем каком-то предыдущем экспириенсе когда он пользовался подобным приложением от нашего конкурента поэтому если мы не учтем все вот эти аспекты пользователь скорее всего перейдет к нашему конкуренту если мы вдруг будет неудобно использовать наш продукт сейчас это тестирование очень распространено она имеет огромное значение и опять же существует отдельные группы тестировщиков специалисты которые заточены именно на тестирование удобства использования также есть специализированные курсы которые позволяют обучиться данным техникам еще одно свойство это безопасность то есть защищенность пользовательских данных это тоже достаточно обширные направления в тестировании существует опять же специальные тестировщики которые занимаются именно тестированием безопасности есть Есть отдельное направление. Например, здесь мы можем протестировать, насколько просто неавторизованному пользователю получить доступ к системе, либо же насколько просто постороннему лицу получить доступ к данным. То здесь мы тестируем то, как реализована защищенность нашего программного продукта. Еще одно такое свойство – это портируемость, то есть переносимость нашего приложения на различные платформы. Здесь мы можем использовать такие типы тестирования, как тестирование установки и конфигурационное тестирование. Что касается тестирования установки, то здесь мы проверяем успешность установки приложения, его настройки, обновления и удаления. Что касается конфигурационного тестирования, то здесь мы исследуем работоспособность программной системы в условиях различных программных конфигураций. К данному виду тестирования можно отнести кросс-платформенное и кросс-браузерное тестирование. Я думаю, здесь не стоит очень подробно объяснять, что это такое, думаю, всем понятно. Кросс-платформенное значит, что мы тестируем наш продукт на различных типах и версиях ОС. Например, если мы говорим о мобилке, то это может быть Android либо iOS. И также при кросс-браузерном тестировании мы используем наше приложение на различных браузерах, будь то Chrome, Mozilla либо Opera. Также стоит рассказать о тестировании локализации и тестировании интернациализации. Очень часто вы можете найти и такие сокращения, как L10n, i18n. То есть не пугайтесь, если вы их увидите, возможно, где-то на собеседованиях будет какое-либо тестирование, либо вас просят, как можно сократить эти названия. Просто запомните. Это, по сути, сокращение от их английских названий. Что касается тестирования и локализации, это процесс адаптации нашего программного продукта к языку и культуре клиента. Например, если мы выходим на какой-то другой рынок, например, англоязычный, то мы должны проверить, насколько наш продукт полностью переведен на этот язык. Либо же, возможно, там используются какие-то финансовые обозначения, например, фунта. Это мы тоже должны проверить. Еще можно к этому отнести контроль формата даты и времени, правовые какие-то особенности того государства, на которое мы выходим. Раскладка клавиатуры пользователя, контроль символики и цветов и другие аспекты, которые могут быть связаны с той или иной локалью, на которой мы будем представлять наш продукт. В отличие от локализации, тестирование интернационализации включает в себя, насколько наш продукт может в дальнейшем адаптироваться для той либо иной локали. Например, при создании продукта мы должны учесть возможность кодировки Unicode, то есть такого стандарта кодирования, который поддерживается практически во всех языках мира. Либо же мы должны предусмотреть в приложении возможность поддержки элементов, которые невозможно локализовать обычным образом. Например, это может быть вертикальный текст азиатских стран, либо же чтение справа налево в арабских странах. То есть, даже если мы на данный момент не используем наше приложение в азиатских странах, к примеру, то все равно нужно предусмотреть в будущем, что данное приложение может выйти и на эти рынки. Поэтому мы должны также и протестировать интернационализацию. Еще есть такая градация, как тестирование по исполнению сценария. Иногда на собеседованиях спрашивают, например, что такое адхок тестирование. И не все могут ответить на этот вопрос. Давайте немножко разберемся, что это такое. Здесь можно выделить два вида тестирования. Это исследовательское тестирование и адхок тестирование. Эдхок тестирование представляет собой тестирование без использования каких-либо спецификаций, планов и разработанных тест-кейсов. Это ваша чистая импровизация. То есть, например, вы в первый раз получили приложение и на каком-то своем эмпирическом интуиционном уровне понимаете, как с ним нужно работать. Исследовательское тестирование, в отличие от адхок, более формальная версия тестирования. Она не требует написания тест-кейсов, но в то же время подразумевает, что каждый последующий тест выбирается на основании результата предыдущего теста. Либо же, если вы знаете, как работает ваше приложение, то есть вы его не в первый раз видите, то вы можете также следовать какому-то плану, не обязательно его документировать. То есть, вы знаете, что в таком-то модуле есть такой-то ожидаемый результат, и вы это тестируете. Но не оформляете это посредством тестовой документации. И последнее – это сценарное тестирование, то есть это наше классическое тестирование по предварительно написанным и уже задокументированным тестовым сценариям. Еще есть такая классификация, как по запуску кода. Если вы вспомните урок о верификации и валидации, мы говорили с вами о том, что верификация – это статическая проверка, а валидация – это динамическая проверка. Это применимо и к данной классификации. То есть, есть статическое тестирование и динамическое тестирование. При статическом тестировании не предполагается, что программный код во время тестирования будет выполняться, то есть мы его не запускаем. Статическое тестирование начинается на ранних этапах жизненного цикла программного обеспечения и является соответственной частью процесса верификации. Сюда можно включить тестирование любых форм документации, например, вычетку кода, инспекцию проектной документации, функциональных спецификаций и наших требований. Что касается динамического тестирования, то это такой тип тестирования, который предполагает запуск программного кода. Таким образом анализируется поведение программы во время ее работы. Возвращаясь еще к нефункциональному тестированию, я немножко подзабыл вам рассказать, что есть еще тестирование GUI, то есть графического интерфейса пользователя. То есть это проверка соответствия приложения требованиям графическому интерфейсу, насколько профессионально оно выглядит, выполнено ли оно в едином стиле. То есть на том ли месте находятся те кнопки, которые у нас есть на макапе, то есть шаблоне, который предоставил нам дизайнер. То есть все это мы проверяем при тестировании GUI. И есть еще такое интересное направление, как тестирование доступности. Либо же на английском это звучит accessibility testing. То есть здесь мы проверяем соответствие ПО общепризнанным стандартам доступности. Оно должно быть доступно для использования людьми с ограниченными возможностями. Есть отдельный документ, который регламентирует то, как наше приложение должно быть доступно для вот таких вот людей. Опять же, это отдельное направление в тестировании, поэтому я не буду более подробно останавливаться на нем. Но оно очень интересное. Стоит отметить, что многие заблуждаются в том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают им пользоваться нашим программным обеспечением. На самом деле это не совсем так. К таким людям, например, можно отнести тех, кто, к примеру, едет в машине и сконцентрирован на движении, то есть смотрит на дорогу. Однако в то же время он пользуется каким-то гаджетом. То есть он ограничен в своих возможностях. Он не может видеть, что происходит на экране своего смартфона, но может, например, слышать. Либо если у женщины, например, есть ребенок, она его держит на одной руке и пользуется, опять же, нашим гаджетом, смартфоном, то она должна пользоваться только одной рукой. Это ограничивает ее в движениях. И также мы должны предусмотреть такую возможность. Поэтому не всегда люди с ограниченными возможностями – это люди, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Вот такое объемное заключительное занятие по классификации и тестированию у нас получилось. Сначала я думал разделить его на несколько, но понял, что мы и так уделили огромное внимание данной теме. Поэтому надеюсь, что вам было интересно. Если возникли какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, подписывайтесь на данный канал, ставьте ваши лайки. Мне важна ваша поддержка. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!